Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзоры компании SikMilis и я, Артур Изятурин. Возвращение медвежьей политики центральных банков, особенности ФРС, вынуждает инвесторов переоценивать риски вложения в бумаги с высокой доходностью, то есть в акции, и все больше присматриваться к ценным бумагам с фиксированной доходностью, то есть к облигациям. Одним из самых экзотических инструментов с обывательской точки зрения могут являться японские государственные облигации, которые имеют отрицательную доходность в погашении сейчас. Доллар, вложенный сегодня в суверенный долг Японии, стоит дешевле, чем доллар, полученный в будущем от этих вложений, что он, например, противоречивает понятию процентной ставки как цены денег, как средства сбережения. Тем не менее, японские облигации пользуются неплохим спросом среди иностранных инвесторов, что, естественно, поднимает вопрос о наличии выгоды подобных инвестиций. Министерство финансов Японии сообщило в четверг, что приток зарубежного капитала японской облигации составил 5,8 млрд долларов на неделю, оканчивающейся 1 февраля. Рост спроса на японский долг стал самым максимальным за 3 недели. Хороший аппетит инвесторы также продемонстрировали на аукционе 10-летних японских бумаг во вторник, где соотношение заявок на покупку к предложению стало самым высоким за 13 лет. При остановке цикла ужесточения политики глобальной МИЦБ, прежде всего, ФРС настолько ослабила опасения по поводу разницы доходности между японскими облигациями и доходностью бумаг в еврозоне или в США, но все равно разница доходности к погашению, например, между 5-летними нотами казначейства США и японских облигаций, того же срока погашения составляет сейчас более 2,5%. Так в чем же смысл вкладываться в японские облигации? Ответ заключается в спросе и предложении доллара на межстранном денежном рынке. На нем стоимость заимствований определяется ставками либор. Соответственно, с позиции кредитора в США, у которого есть доллар и который готов сделать инвестиции, для него есть две альтернативные возможности искать доходность. А внутри страны либо за рубежом, то есть сравнивая ставки либора и доходность актива внутри страны, причем эти вложения должны иметь одинаковый уровень риска. В связи с недавним отрывом ФРС в плане повышения ставок, долларовая ликвидность начала сокращаться, что привело к росту стоимости заимствования долларов на денежном рынке. Последние данные показывают, что ставка либор доллара действительно превышает безрисковую ставку по казначейским облигациям США. Если рассматривать один и тот же срок погашения. Вот здесь представлены в данной таблице ставки либора. Видно, что ставка либор по долларам кредитам с погашения в один год примерно составляет 3%, а в то же время безрисковая ставка по однолетним казначейским облигациям США составляет 2,55%. Однако тут же можно вспомнить концепцию покрытого политика ставок, которая говорит, что вкладываясь в доходный актив за рубежом, разница в доходностях нейтрализуется стоимостью хеджирования валютного риска, то есть, например, с помощью форвардного контракта. Поэтому безрисковую прибыль извлечь не удастся, или, по крайней мере, возможность извлечения безрисковой прибыли будет оставаться, сохраняться на рынке недолго. Но, например, в таких контрактах, как в валютных свопах, которые сейчас используют кредиторы США для извлечения прибыли, валютный риск отсутствует, так как стороны сделки обязуются обменять равный номинальный объем валют в момент заключения контракта и в момент его окончания. При этом сейчас на рынке присутствует загадочная премия, которая называется Cross Currency Basis, то есть она идет поверх ставки Libor, которую японский заемщик должен заплатить кредитору из США в момент заключения валютного свопа. Соответственно, японский заемщик платит ставку Libor по доллару плюс эту премию, а кредитора США выплачивает японскому заемщику тоже Libor ставку, только по японской иене. Теоретически премия, о которой мы говорим, должна была быть уже устранена усилиями арбитражеров, которые занимают на денежном рынке в США, допустим, одалживают по ставкам Libor и получают эту дополнительную премию. Таким образом, увеличивая продолжение доллара, они должны были снизить эту премию. Но премия остается довольно устойчивой на рынке, она существует до сих пор, причем она стремится увеличиваться. И возникает предположение, что в этой премии заложен кредитный риск контрагента за рубежом, либо нехватка долларов на рынке. Но в первом случае должна быть связь, например, с японскими CDS, это страховки от дефолта. То есть, если с ростом CDS премия, если CDS растут, то и премия, о которой мы говорили, вот это дополнительное, по заимствованию в долларах, она должна была также расти. Однако устойчивая связь между страховками от дефолта и между этой премией наблюдалась до 2014 года, после которой она пропала. Вероятно, арбитражная активность коммерческих банков в США снизилась из-за релегативных реформ, а на времена с этим позиция Пресс в осуществлении политики начала сильно расходиться с курсом на избыточное смягчение Банка Японии, что и привело к увеличению премии и обусловливает ее вот эту некоторую устойчивость на рынке. Получается, что спрос на японские облигации со стороны иностранных инвесторов образуется как раз за счет привлекательной ставки Libor, премии Cross Currency Basis и возможности американских кредиторов заключать вот эти валютные свопы, где валютный риск отсутствует. Конечно, встает вопрос о целесообразности вложения полученных иен от этого контракта для кредиторов из США, то есть полученных в результате валютного свопа. Вложение иен в японские облигации, доходность которых отрицательна, можно держать иены в форме денег до конца периода и затем обвинять их обратно на доллары в рамках этого контракта. Однако причиной покупки облигаций, возможно, являются высокие держки хранения денег либо потенциальный доход на капитал от роста цены облигаций на фоне скупки активов Банком Японии. Таким образом, несмотря на отрицательную номинальную доходность, японские облигации могут иметь доходность даже выше, чем казначейские облигации США при том же уровне риска, если кредитора США будет прибегать к валютным свопам на денежном рынке. А на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник. Продолжение следует...